Гораздо лучше будет, говорит он, если мы существование в душе некоторых знаний объясним таинственным участием ее, вечной истиной озарением слова, постоянно присутствующего в наших душах. Если мы хотим научиться, то не должны слушать людей, которые называют себя нашими учителями, но должны слушать Слово Божие, которое живет в глубине нашей души и которое произносит Верховный Суд о всем, что люди могут нам сказать. Люди открывают нам только мысли, находящиеся в их духе, но для того, чтобы узнать, истинны ли они или ложны, мы обязаны вопросить этого внутреннего учителя, который всегда в нас и которого ответы не обманчивы. Итак, вот где источник идей, обитающих в нас. Часть души, называемая разумом, озаряется высшим светом. Этот высший свет, озаряющий человеческий разум, есть Бог. Если же душа озаряется светом Божиим, и при этом в свете познает все предметы, то она не только выше всех земных существ, но есть образ и подобие Бога. Решение возражений против разумности души материалистов, указывающих на то, что есть душевные болезни. Часть души. Таковы эти столь прославляемая свобода, произвольность, самосознание, высокая способность мыслить. Не если скорее эта душа только мозг с его свойствами. Таковы аргумент и окончательное заключение торжественно провозглашаемой материалистической школы в подтверждение своего учения. Легко показать, что это далеко не серьезный и в сущности ребяческий аргумент. Мы говорим, что анемический элемент, то есть духовный, не может обойтись без специального орудия, органа, как для того, чтобы вступить в сношение с внешним миром, так и для того, чтобы проявляться в этом последнем. Отсюда очевидно вытекает, что если по какой-нибудь причине это орудие будет или плохо устроено, или временно повреждено, или расстроено, то сношение анемического элемента с внешним миром, а также его внешние проявления, отношения его к самому себе будут извращены. Если, например, по той или другой причине, пребывающие внутри особей чувства, слуха, зрения, осязания, орган памяти, бывают расстроены или раздражены, точно так же, как если бы они получили раздражение от какого-нибудь внешнего, реального явления, то ясно, что они будут вызывать в нас иллюзорные ощущения и образы, соответствующие этому явлению. Все наши умственные отправления, все суждения, даже все наши чувства будут искажать с эффективными или обманчивыми показаниями наших органов. Посторонний свидетель, не знающий, что происходит в нас, будет видеть только наше помешательство, бред, опьянение. Но есть ли во всем этом какой-нибудь повод к отрицанию свободы, произвольности и даже самого существования единого мыслящего начала? Спрашивается, не столь же ли ложно в этом случае относительное суждение постороннего свидетельно, как и все абсолютные суждения этой мыслящей единицы, вводимые в обман тем аппаратом, при помощи которого она исследует и обрабатывает внешние явления? Не находится ли это начало в точно таком же положении, как и каждый из наблюдателей и ученых, когда его телескопы, весы, термометры бывают дурно сделаны или испорчены? Несколько сантиграммов сантонина, принятых внутрь, окрашивают для нас все предметы в желтый свет. Если же мы не знали этого свойства сантонина, если бы возле нас не было никого, кто мог бы сказать нам, что свет предметов не изменился, то мы стали бы утверждать, что все по природе пожелтело в природе. Следует ли из этого, что сантонин действует на душу и вводит ее в заблуждение при восприятии цветов? И следует ли в особенности из этого, что душа не существует и что видит глаз, а не душа с помощью глаза? Алкоголь, опиум, гашиш, белодонна, различные яды, Одним словом, действует каждый особым образом на органы чувств или на орган мысли, вызывает в нем особые расстройства, искажает его функции на более или менее долгое время, или даже навсегда. Те же самые или, по крайней мере, подобные же расстройства могут превосходить сами собою, то есть от неизвестной нам причине могут происходить. Индивидуальное анемическое начало, теряя возможность поверять свои собственные действия, если его чувственный аппарат плохо служит ему, или обманывает его, начинает судить ложно, теряет здравый рассудок, бредет, как во сне. Все это, конечно, печально, из этого вытекает в некоторых случаях суровый и поздний нравственный урок. Но это нисколько не говорит в пользу аргумента материализма. Этот аргумент остается при всякой гипотезе ребяческим, и это самое меньшее, что можно сказать о нем. «Мозг есть только орудие мысли, а не производитель ее». Роберт Майер В речи своей, обращенной к натуралистам, собравшимся в Винспруке в 1869 году, между прочим, сказал ниже следующее В течение довольно долгого времени допускалось вообще, что спиной мозг, и в особенности головной мозг, содержит в себе свободный фосфор, и воображение приписывало этому свободному фосфору большую роль в действованиях ума. Но новейшие и самые тщательнейшие исследования, делавшиеся в области организмской химии, показали, что никакой живой организм, а следовательно и головной мозг, не содержит в себе живого фосфора. Но хотя подобные заблуждения и должны исчезнуть перед результатами точной науки, тем не менее установлено, что в головном мозге постоянно производятся материальные модификации, видоизменения, которые обозначаются выражением молекулярной деятельности, и что действование ума всякого индивидуума тесно связано с упомянутым мозговым материальным действием. Но отождествлять эти две деятельности, происходящие или идущие параллельно, было бы грубым заблуждением. Следующий пример вполне выясняет вопрос. Мы знаем, что никакие телеграфические депеши не могут осуществиться без происходящего совместно с ними химического действия. Но то, что говорится в депеше, то есть содержание депеши, не может никаким образом быть рассматриваемо как функцией электрохимического действия. То же самое еще с большим основанием следует сказать относительно головного мозга и мысли. головной мозг – это не сам ум, а есть нечто иное, как орган. полная несостоятельность физиологии в деле объяснения сознания в человеке. Физиология, как наука, недостаточна для объяснения нашей психики. А для этого должна существовать другая наука. А эта другая наука и есть психология. Приведем мнение двузнаменитейших физиологов нашего века об этом предмете. Вот что говорит Клод Бернард о жизненном начале. Жизненные механизмы, как механизмы, не отличаются от мертвых механизмов. Если в электрических часах отнимают кислоту из батареи, то механизм перестает действовать. Но если возвратить кислоту, то снова будет действовать. Из этого нельзя заключить, что причина разделения времени на часы, минуты, секунды, указываемые часами, заключается в свойстве кислоты или той меди и тех веществ, из которых составлены стрелки и колеса. Точно так же, если мы видим, что разумность возвращается в мозг и лицо, когда им возвращена насыщенная кислородом кровь, без которой они не могли бы совершить своих отправлений, было бы несправедливо видеть в этом доказательство, что сознание и разумность заключаются в кислороде, крови или мозговом веществе. Жизненный механизм пассивны, как мертвые механизмы, и те, и другие выражают или обнаруживают идею или задуманную, или создавшую. Тот же физиолог часто повторял выражение «Вещество обнаруживает явления, которых оно не производит». Другой физиолог Дебора Реймон в своей знаменитой речи на Конгрессе немецких естеств и испытателе в Лейцеге сказал о сознании человека, между прочим, следующее. «Никоим образом не видно, как из совокупности действий атомов может возникнуть сознание. Если бы я захотел придать этим атомам сам сознание, то все-таки я и сознание вообще не было бы объяснено, и ничего не выигрывалось бы для понимания единичного сознания в неделимом». Цитированное только что мнение двух светил науки рельефно обнаруживает полную несостоятельность физиологии в деле объяснения сознания и вообще психических феноменов в человеке. «Свобода воли, способность души человеческой к свободному самоопределению себя к деятельности. Доказательство свободы воли Главное доказательство свободы воли заключается в нашем самосознании. При каждом нашем свободном действии мы ясно сознаем, что мы сами себя к нему определяем, что оно от нас зависит, что какие бы мотивы не понуждали нас к известному действию, оно не произошло бы, если бы сами на него не решились. Несмотря на то, что на решение нашей воли влияет разного рода побуждение и понятие рассудка, мы ясно сознаем, что они не имеют, безусловно, принудительного для нас значения. Мы можем противостать сильнейшим мотивам, предпочесть низшее и менее желаемое благо высшему. Можем решиться даже на какое-либо действие без всякого мотива, единственное, чтобы показать полную самостоятельность нашей воли. Наконец, мы ясно отличаем свои свободные действия от несвободных и определяем степень участия нашей свободы в совершении того или иного действия. Так мы не называем свободным действие, совершенного в бессознательном состоянии, например, в горячке. Такое различение свободных и несвободных, более-менее свободное действие, было бы невозможно, если бы в нас на самом деле не было свободы. Самого различия между понятиями свободы и необходимости для нас не существовало бы, если бы на опыте мы не встречали факторов такого различия. Дальнейшим доказательством свободы воли служат факты внутреннего опыта, которые были бы необъяснимы без предположения этой свободы. Во многих случаях, прежде чем приступить к известному делу, мы размышляем, колебимся, сделать ли его или нет. Как бы сильны ни были побуждения, влекущие нас к какому-нибудь поступку, мы всегда можем приостановить нашу решимость на него, рассудить о возможных его последствиях и удержаться от его совершения. Можем даже решиться на поступок, совершенно противоположный тому, на который под влиянием первоначальных и более сильных мотивов решились прежде. Не показывают ли эти явления существование в нас свободной воли? Точно та же немыслимо было бы для нас раскаяние, которое мы часто чувствуем по совершению известного поступка. Такое раскаяние, что мы поступили не так, как следовало, сопровождая моей уверенностью, что мы могли бы поступить иначе, было бы совершенно бессмысленным и даже невозможным, если бы не в нашей власти состояло совершить известный поступок или нет. Необъясненным также в этом случае является факт предположения нами известных действий в будущем. Как сейчас случается, что мы предпринимаем что-либо сделать в то или иное время, и наши предположения осуществляются. Возможно ли это было бы, если бы наши действия состояли не в нашей власти? Существование у всех народов во все времена неискоренимого убеждения во вменяемости человеку и его поступков, убеждения, которое лежит в основании его понятия о законе, праве и обязанности, также необъяснимо без существования свободной воли в человеке. Какой смысл имело бы наше уважение к людям добродетельным? Наши негодования, осуждения и презрения поступков порочны, если бы наши действия не от нас зависели, а безусловно определялись случайными или необходимыми внутренними мотивами наших действий. Вообще, должен заметить, что уверенность в свободе воли составляет коренное основание нравственности, без которого она невозможна, а потому отрицающая эту уверенность учения детерминистов, если бы стало всеобщим сознательным убеждением и было проведено последовательно, неминуемо привело бы к полному разрушению нравственной и общественной жизни. Человек, уверенный, что его свобода не более как иллюзия, потерял бы всякую нравственную энергию, всякое стремление к нравственному усовершенствованию и к спокойной совести, стал бы игрушкой чувственных влечений и страстей, не считая себя ответственным за свои поступки. Вместе с этим исчезло бы у него и всякое уважение к законам, к общественному мнению, предписаниям религии, как вполне основанным на ложном предположении свободной воли в человеке и, в сущности, нисколько для него необязательным. Приложение Свобода воли по блаженному Августину Существенное свойство нашей воли состоит в том, что она свободна, то есть не подчинена закону необходимости. Будет ли это необходимость внутренняя или внешняя? Человек по силе своей свободы вполне управляет желаниями и действиями своей души. Может делать между предметами какой угодно выбор, может сам себе предписывать законы. И потому волю можно определить так. Она есть совершенно непринужденное движение души к чему-нибудь такому, чего мы не желаем потерять или что хотим приобрести. Что в нас есть такого рода способность, об этом ясно и постоянно говорят нам наше сознание. Мы так же глубоко сознаем свою волю, как глубоко сознаем свое существование. А когда мы чего-нибудь желаем или не желаем, то бываем совершенно уверены, что это желание или нежелание происходит от нас, а не от кого-либо другого. И что следовательно в нас, а не в другом чем, надо искать причины нашей греховности. Мы по справедливости говорим, неволею стареем, но по необходимости. Неволею умираем, но по необходимости. Но можно ли сказать, что мы хотим невольно? по совершению преступления мы чувствуем раскаяние. Это раскаяние недостаточно показывает, что мы могли не совершать преступления. А иначе в чем же мы раскаиваемся? И если же есть раскаяние, то есть виновность, а если есть виновность, то есть и воля. если есть воля, то нет принуждения. Воля была бы немыслимой, если бы не имела совершенно в своей власти себя и своих действий. Есть у блаженного Августина и другое доказательство существования в нас свободной воли. Если бы не было свободной воли, говорит он, то не было бы различия между добрыми и худыми действиями. Как мог бы Господь дать нам закон предписывать исполнение его, запрещать нарушения, возвещать за исполнение награду, за нарушение наказания, если бы не сотворил нас свободными. Божественные заповеди не даны были бы человеку, если бы он не имел свободной воли. Если же они даны, то даны для того, чтобы человек не извинялся неведением. Если бы не пришел и не говорил вам, то не имели бы греха, а ныне же не имеете извинения во грехе. Если сказано не пожелай этого, не пожелай того, если заповедано делай это, того не делай, то не есть ли это самое ясное указание на присутствие в нас свободной воли. Может ли желать или не желать тот, кто не имеет свободной воли? Не безрассудно ли давать повеление тому, кто не имеет возможности исполнить повеление? Бог Бог называет своими верными рабами только тех, кои служат ему добровольно. За добро или дурное употребление свободы мы должны будем дать отчет ему в день страшного суда. Но как он будет судить нас, если наши желания и действия были не свободны? Нам заповедано иметь веру, которая есть начало спасения. но всякий во власти иметь то, что он делает, имеет, если хочет, и отвергает, если не хочет. Веровать значит не иное что, как соглашаться на предлагаемую истину, а согласие есть принадлежность воли. Разбор возражаний против свободы воли в человеке. По мнению отрицателей свободы человеческой воли, в особенности известного Бокля, автора истории цивилизации в Англии. Лучшим доказательством того, что не существует свободы воли, что действия людей не зависят от их произвола, но исключительно управляются неизменными законами, служит та механическая правильность, какую Бокль в показаниях статистики находит в действиях людей в данном обществе и в данное время. Ежегодно повторяется при данном состоянии общества одинаковое число преступлений, убийств, самоубийств с употреблением даже одних и тех же орудий для совершения их, одинаковое число постных через почту писем без адресов, одинаковая пропорция между браками и ценой на хлеб. Можно ли на основании этих данных статистически выводить, что действия людей не произведения свободной воли, а естественного закона? Ни в каком случае. Но прежде чем приступить к объяснению правильности человеческих действий без ущерба для способности нашего духа к свободному самоопределению, мы должны указать на то, что Бог или другие писатели материалистического направления совершенно ложно понимают свободу человеческой воли. По их мнению, свобода это пустая прихоть, произвол ничем не мотивированный. Но христианское учение отнюдь не приписывает такой свободы человеку. Человек непременно определяется к деятельности какими-либо побуждениями, которые лежат или в нем самом, или вне его. Его воля отнюдь не абсолютно свободна. Каждое действие человека есть произведение многих деятелей, как-то живущие внутри нас голоса нравственного закона или совести, сердца или чувства неприятных или неприятных, знания о предмете действия или показания ума, энергии воли или практической стороны духа, исполняющих ее веления органов и видимых окружающих человека обстоятельств. исторических, социальных, расовых и тому подобное. Только под влиянием этих условий воля человека проявляет себя в той или другой деятельности. Только в зависимости от них человек может так или иначе определять себя в данном случае. Если совесть, ум, сердце, воля, органы ее и внешние обстоятельства дают благоприятное для человеческой деятельности побуждение, человек совершенно свободно решается на то или другое действие. Если же они так или иначе представляют ему препятствия, он воздерживается от деятельности. Если который либо из указанных факторов отсутствует, его деятельность так или иначе ограничивается или видоизменяется. Но человек всякий раз сознает себя свободным в каждом акте действия или воздержания от него. Он может, если захочет, решиться на какое-либо действие или удержаться от него, несмотря на все указания и счисленных нами факторов. Но такие случаи бывают редкие. Человек действует в огромном большинстве случаев в зависимости от указанных нами условий. Вообще человек не имеет абсолютной свободы. Он принадлежит только Богу, она, которая стоит вне и выше всяких ограничивающих условий, динамических, пространственных и временных. Истинное понятие о свободе воли заключается в том, что она есть способность человека определять себя под условием известных побуждений от окружающих его внешних или внутренних обстоятельств в той или другой деятельности с неизбежным сознанием своей свободы решиться на нее или удержаться от нее, совершать ее так или иначе. Таким образом, нравственная статистика может отрицать в человеке не абсолютную свободу, которой у него и нет, но только ту человеческую, которая у него несомненно есть. И как такую в известной степени неограниченную, как ограничено всякое тварное бытие, особенно подпавшее влиянию греха. Чем же тварь теперь объясняется та правильность человеческих действий, отрицать которые ввиду данных статистики не представляется возможным. Во-первых, тем, что природа человеческая у всех людей, несмотря на степень развития в общих чертах всегда одинаково, поэтому и проявляются одинаково. Во-вторых, социальные, исторические, другие внешние обстоятельства, окружающие человека в данное время, в данном обществе, для всех людей этого общества одинаковы. Поэтому и человек, окруженный одинаковыми обстоятельствами, проявляет себя всегда более или менее одинаково. В-третьих, все люди происходят от одного общего разначальника рождаются с первородным грехом, с общей у всех наклонностью к греху и грешной деятельности, с ослабленной уже свободной свободой воли, поэтому люди, поставленные в известное одинаковое соблазнительное условие, более наклонны к поддаваться искушению зла, нежели противостоять ему. Ввиду этих причин, производящих более или менее сильное однообразие в человеческих действиях, вполне объясняются все статистические цифры, свидетельствующие об относительной правильности человеческих действий. Но из этой правильности отнюдь не выходит того, что у человека не было свободы. Из нее выходит только то, что человеческая свобода при одинаковых обстоятельствах проявляется более или менее одинаково. Если, например, я утверждаю, что 2G24 утверждает это и другой, третий и так далее, все люди в мире, то это не потому, что мнения людей, высказывающих эту математическую аксиому, не свободны и высказываются ими под влиянием неотразимого закона физической необходимости, но потому, что у всех людей одинаково устроены умственные способности, под влиянием которых никто не решится серьезно утверждать противоположен, например, что 2G25 и так далее, по учению Бокля и других материалистов, понимающих свободу человеческой воли как чистый произвол, свобода в этом случае высказалась бы в том, что одни люди утверждали бы, что 2G24 другие, 5, а третий 25 и так далее, но это была бы не свобода воли, а безумие ума или каприз детей, противоречащих только для противоречия, без всякого разумного основания. Представим еще другие примеры из тех фактов, например, что в возрасте до 10 лет вовсе не бывает браков ни у кого из людей, что в возрасте старше 100 лет весьма редко. Было бы смешно выводить то заключение, что действия людей этого возраста, отличаясь всегда безусловной правильностью, исключают всякую мысль о свободе воли у людей этих возрастов. Правильный вывод был бы только тот, что они способны, не способны к брачной жизни, а где есть отсутствие способности, там немыслимо вести речь о таком или другом обнаружении этой способности. Далее, все статистические данные о числе преступлений, характере преступников, времени совершения преступлений и самого рода преступлений, объясняется не действием над людьми закона физической необходимости, а теми окружающими их одинаковыми условиями, от которых они получают те или другие побуждения к деятельности, на которые и решаются сообразно со своими личными в известной степени тоже одинаковыми наклонностями. Но раз изменяются эти условия и наклонности, изменяется и процент преступлений со всеми их свойствами. Так, во Франции и Бельгии, где школьное образование поставлено значительно хуже, нежели в Германии, число молодых преступников несравненно больше, нежели в последней. В тех государствах, где государы вследствие неправильного понимания своего права помилования, не позволяют исполнять никаких смертных приговоров, или где возбужденное состояние при исполнении преступником предумышленного убийства служит для пресежных доказательств невменяемости преступлений и основанием к освобождению от наказания, убийство увеличивается в страшной степени. Времена войны, революции и дороговизны весьма замечательны в том отношении, что преступления людей увеличиваются под их влиянием. Во время революции 1848-49 году число преступлений вообще увеличилось, так во Франции в 5 лет 46 по 50 год было наказано 7430, а в следующие 5 лет 7104 преступления. После каждой войны увеличивается число преступлений, сопряженных с тяжелыми повреждениями, потому что в молодом поколении более грубых классов общества развивается охота, драться, притупляется отвращение к пролитию крови. Подобным же единственным образом без ущерба свободы воли, но с запущением лишь более или менее значительной зависимости ее от окружающих, одинаковых для всех обстоятельств. Объясняются и факты самоубийства. Меньшее число самоубийств между женщинами вполне объясняется большей чувствительности и большей трусости женского пола, вследствие чего самоубийство у них происходит большей части от несчастной и нецеломудренной любви и притом нередко в сообществе со своими любовниками. то обстоятельство что в жаркое время года самоубийства случаются чаще сводится к тому что в этом случае разгорючается кровь от температуры и от питья вследствие чего сильнее возбуждается и страсти. Далее что самоубийства мужчин чаще случаются в первые дни недели. А женщин по воскресеньям это весьма естественно объясняется тем что мужчина по воскресным дням а отчасти по понедельникам обыкновенно предаются всякого рода разгулу и потом при вновь начинающейся борьбе с жизнью приходят в разочарование между тем как женщина оставаясь по воскресеньям в отсутствии мужей и без занятий дома имеют в этом повод предаваться печальным мыслям о своем горьком положении. Все это свидетельствует о том что к совершению преступления располагает не только греховная воля но и обстановка равно как и встречающиеся поводы. Таким образом однообразие человеческих действий свидетельствует не о том что у людей нет свободы воли а о том только что при одинаковых условиях свобода человеческого духа проявляется более или менее одинаково. При других условиях она выражается иначе словом она в своих обнаружениях не зависит от закона физической необходимости который не дозволяет никаких самых малейших изменений во всех явлениях ему подмеченных будут ли это явление проявляться в едва заметных малых средних или самых больших размерах чего вовсе не замечается в человеческих обществах где для одного времени и общества существует известная статистическая правильность для других иная для детей юношей возмужалых старцев совершенно иная неожиданно но неожиданно Продолжение следует...